Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря много релизов по совершенно разным странам и, соответственно, валютным инструментам, за которыми мы должны последить. В 6.00 по GMT совсем скоро выйдет отчет по ВВП Англии. Ожидаются неплохие цифры, рост на 0,1%. Хорошая статистика нам сейчас крайне необходима, потому что хочется видеть британскую валюту повыше, чем текущие уровни. На данный момент пара фунт-доллар торгуется на отметке 1.2621. И, конечно же, чем лучше будут выходить последующие макроэкономические релизы перед предстоящим, следующим заседанием британского регулятора, тем больше у него будет вводных условий и необходимых, скажем так, факторов для того, чтобы можно было бы оправдать еще один шаг агрессивного повышения процентной ставки, вплоть до ее повышения сразу на 50 базисных пунктов. Далее по повестке экономического календаря в 9.00 по GMT, индекс потребительских цен еврозоны. Европейскую валюту мы некоторое время перестали рассматривать назад, потому что сделали цели 1.10, потом последовала коррекция. И если вспомнить, опять же, наш прогноз, мы допускали, что вот так вот просто евро вряд ли легко пройдет выше планки 1.10. Возможно, будет консолидация, откат, снижение. В принципе, это и произошло. Сейчас хочется снова добавить этот актив в тот портфель сделок, за которыми мы следим. И я полагаю, что после предстоящего релиза по инфляции, который выйдет через несколько часов, у нас будет возможность это сделать. То есть, соответственно, к евро мы вернемся уже в начале следующей недели, в понедельник. И если ожидания экспертов оправдаются, и сегодня мы увидим новый скачок базового индекса потребительских цен, то есть самого качественного показателя инфляции с 5,3 до 5,5%, то тогда, конечно же, нам можно будет и дальше спекулировать на идеи, тоже активного повышения процентной ставки европейским центральным банкам. Далее в 12.30 блок статистики из США, расходы на личное потребление, динамика личных расходов, личных доходов. Как и все релизы на этой неделе, мы будем тут же пропускать эту статистику через вероятность повышения ставки американским регулятором на уже июльском заседании. И вечером под закрытие торговой сессии будет еще блок статистики, скажем так, сводных данных CFTC, американской комиссии по торговле товарными фьючерсами. Того, как изменился интерес к инструментам со стороны институциональных инвесторов, нас традиционно будет интересовать золото, потому что я в отношении золота еще по-прежнему уверен, что уровень 1900 выстоит, несмотря на то, что он уже тестировался, но пока что все-таки покупатели смогли перехватить инициативу. Сейчас котировки по золоту 1908 долларов за тройскую унцию. Очень надеюсь на то, что продавцы не найдут достаточных оснований и сил, чтобы продавить эту поддержку в рамках текущей торговой сессии. Давайте по порядку. Начнем с рынка нефти. Уже 75 долларов за баррель по бренду. Все-таки думаю, что данные по запасам нефти США, которые вышли ранее, подтвердившие, что запасы снизились на 9,6 миллиона баррель. Это один из минимальных показателей или, скажем так, максимальных показателей по снижению данного индикатора за несколько месяцев. И если мне не изменяет память, в этом году мы еще не видели такого значительного сокращения. Почему снижаются запасы? Можно предположить, что растет спрос на топливо. Я считаю, что, скажем, 80 процентов это снижение объясняется этой причиной. Но многие допускают, что власти США продолжают продавать стратегические запасы, поскольку страны ОПЕК согласовали значительный объем сокращения предложения. Они хотят компенсировать это сокращение за счет продажи тех резервов, которые накоплены. Все это делается для того, чтобы не допустить какого-то чрезмерного ралли на рынке углеводородов. Но я думаю, что оно, по сути, неизбежно. При том сокращение предложения, которое было анонсировано странами ОПЕК плюс и, в частности, отдельно Саудовской Аравии, которая сократит производство еще на 1 миллион баррелей, начиная с 1 июля, рост котировок продолжится. Кроме того, не забывайте, что следующая неделя это очень большой такой праздничный период для США. День независимости, который отмечается во вторник. Ранее уже комментировала, что есть высокая вероятность роста туристических поездок. Это априори будет связано с более высокими объемами потребления нефти. Я не поленился, друзья. Посмотрел, как рынок реагировал на аналогичные события в предыдущие годы. Каждый раз за последние 3-4 года, ну и за исключением ковида, конечно же, котировки нефти получали достаточное ускорение в этот сезон и отрастали от 2 до 6%. Я допускаю, что ситуация может повториться и сейчас. Нам нужно по бренду увидеть 80 долларов за баррель. Европейская валюта, как я уже сказал, ждем отчет по инфляции, если действительно будут зафиксированы показатели по росту базового индекса потребительских цен. Снова вспомним тогда риторику и главного экономиста ЦБ Филиппа Лейна и главы ЦБ Кристин Лагард, которые поддерживали идею дальнейшего повышения ставки. Но при росте базовой инфляции, конечно же, это будет неизбежно. Напомню, что буквально вчера вышел базовый индекс потребительских цен по Германии и здесь значительный рост с 6,3% до 6,8%. Поэтому, в принципе, есть все условия для того, чтобы увидеть увеличение базового индекса и в рамках еврозоны в целом. Британская валюта 1,2621, все зависит от данных по ОВП, которые выйдут совсем скоро. Я полагаюсь на прогноз экспертов и аналитиков, тоже считаю, что есть условия для хороших цифр и, соответственно, фунт может оживиться в рамках текущей торговой сессии. Кстати говоря, по доллару канадцу такая же ситуация. 1,3241 текущие котировки и мы также ждем отчета по ВВП о Канаде, который выйдет в 12.30 по GMT. Ровно в то же самое время, что будет опубликована американская статистика. По прогнозу ВВП Канады тоже на цифры будут неплохими, ростом 0,2%. Если ожидания оправдаются, то канадский доллар вкупе еще с восстановлением рынка нефти сегодня сможет снова протестировать поддержку 1,32. Доллар и иена, друзья, я обращал ваше внимание, что пара очень быстро приблизилась к сопротивлению в 145. В последний раз год назад, когда дуэт этих активов тестировал данную планку, Банк Японии просто не остался уже в стране и начал проводить валютные интервенции. Тогда они локально сработали, но пару удалось отбросить на несколько сотен пунктов. Сейчас после теста отметки 145 мы тоже увидим реакцию рынка и текущей котировки уже 144,76. Я решил рискнуть и, как и вам рекомендовал, присматриваться к этому уровню, разместил там отложку. Сейчас есть небольшой профит. Надеюсь, что его удастся умножить в рамках текущей торговой сессии. И американская валюта. Текущие котировки по индексу доллара 103 пункта. Вчерашний блок макроэкономических данных ВВП. Первичные заявки на пособие по безработице превзошли ожидания аналитиков. ВВП рост на 2% против прогноза 1,3. Первичные заявки 239 тысяч обращений, прогноз был 265 тысяч. И, конечно же, более сильные данные повысили вероятность повышения ставки Федрезерва на июльском заседании. Сейчас эта вероятность оценивается почти в 87%. Хочу напомнить выступление Павла двухдневной давности в португальской Синтри, где он дал понять, что регулятор, да, видеть, что инфляция все еще выше цели. Это ключевая задача для регулятора, для Федрезерва бороться с инфляцией. И американский регулятор допускает возможность нескольких повышений процентной ставки. Но он очень много говорил про сильный и крепкий рынок труда. Поэтому я предлагаю, друзья, дождаться отчет Non-Farm Perls. Он выйдет, по сути, уже на следующей неделе. И уже по характеру цифр судить о том, сможет ли американский регулятор действительно отстроить вот идею нескольких повышений процентной ставки. Если данные разочаруют, то короткая позиция по доллару останется в приоритете. Если мы увидим неожиданно сильный отчет по американскому рынку труда, по количеству рабочих мест, по снижению уровня безработицы, может быть, даже будет и скромная динамика по росту заработных плат, тогда придется переосмыслить свое отношение к доллару. Ну, это уже, опять же, разговоры конца следующей недели. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока!